Те, кто начинает строить сам, не потому что им это нравится, а потому что это очень дешево по сравнению, когда мы нанимаем каких-то рабочих. Я выбрал пеноблок, потому что я с ним работал. Если мы будем говорить о отделке внешнего дома, у нас использовано три вида отделочных материалов. Это было наше принципиальное решение, чтобы помещение было смежное, так как мы любим пространство. И большую часть времени вся наша семья находится именно в этом помещении. Друзья, всем привет! Мы из города Орла. Меня зовут Тимофей. Я Катерина. И мы хотим вам немножко рассказать о нашем стильном доме и где его смотреть, конечно же, на форум-хаусе. Мы жили в центре города. У нас была трешечка, не совсем старая. И мы сделали полностью в ней новый ремонт. Все, вот, подчистую. Мы заехали в него и прожили там 8 месяцев. Через 8 месяцев я просыпаюсь и говорю жене, слушай, жена, давай продадим, построим дом. Хорошо, что она была не против. Она тоже только за, за частный дом. И мы просто, не думая, взяли и выставили на продажу. У нас первым покупателем его покупают. И мы вписываемся в эту стройку. Субтитры сделал DimaTorzok Почему сам? Ну, как я хочу заметить, все, кто начинает строить сам, не потому, что им это нравится, а потому, что это очень дешево по сравнению, когда мы нанимаем каких-то рабочих. Хочу изначально сказать, что сам я строитель. Мой отец прораб. И получается у нас такой маленький семейный подряд. И уже с 14 лет, находясь на стройке, когда ты видишь какие-то процессы, и для тебя это уже не так сложно. Ты понимаешь, что ты можешь сэкономить как минимум в два раза. И, имея какой-то бюджет, ты можешь себе позволить определенную квадратуру дома. И это будет твой частный дом, и ты будешь жить в нем со своей семьей. И у тебя не будет соседей, ну, как минимум в трех метрах. Для меня какие важные были части? Это то, чтобы моя основная зона была отделена от спальны, если можно ее так назвать. Потом максимально больше света, никаких дверей максимально, как можно сделать. И третий момент, который я хотел бы, конечно же, вам посоветовать, расставляйте свои приоритеты. Вот для чего вам нужен этот дом. Сядьте, подумайте, напишите. Вам нужно просто один стол, кухня, и все. И вы сделаете остальные комнаты, потому что вы не общаетесь, не видитесь, и вы каждый сам пришел, дверь закрыла, и все, и вам этого хватает. Или у вас дети, за которыми надо следить. Вы делаете уроки, а вы все равно делаете уроки с ними на кухне. Так зачем тогда комнату большую делать? Что он там будет делать? Вот, и я поэтому отдал под помещение, кухни, гостиные максимальное пространство, для того, чтобы максимально, как я говорю, проводить там время со своей семьей. И тем более, когда гости приходят, опять же, не было никакого дискомфорта, когда вы общаетесь, ходите там и всякие такие дела. Общая площадь дома у нас составила 185 квадратов. Гараж составил у нас 35 квадратов. 150 метров получается жилой площади. Почему 150? Есть для меня какую-то, я принял градацию, то есть от до 100 квадратов это идет двухкомнатный, то есть две комнаты и зал. От 100 до 150 это идет уже три комнаты и зал. И больше 150 и 200, это вот 4 комнаты, можно гараж впихнуть. Я для себя вот такую алгоритм выбрал, если кому-то понадобится. Фундамент наш сделан по системе ТИСЕ, то есть мы мотобуром выбуривали дырки на 250 миллиметров, делали расширение на 50 сантиметров, и столбики эти мы заливали. После того, как они залиты, мы делаем ленту сверху, она называется ростверк, 30 на 40 сантиметров. Это стандартное, если вам нужен соколь больше, то делайте метр-два, как хотите. У нас грунты глина, поэтому еще вода здесь у нас очень близко. Этот фундамент подходит для этих грунтов, поэтому мы его использовали. Дальше у нас начинаются стены. Стены у нас классика. Это пеноблок. Размеры у него 20-30 на 60, то есть толщина стены получается 30 сантиметров. Укладывался он на клей для пеноблока. Вертикальные швы мы делали клей пеной, чтобы меньше было продуваемости, потому что они, вертикальные швы, нагрузку не несут. Делался в конечном итоге армопояс. И на армопояс укладывался мурлат. Как вы можете заметить, наш дом имеет с трех сторон парапеты, а с одной стороны у нас нету, который ближе к соседям. В этом месте мы сделали уклон в 3 градуса. И получается у нас задержки воды и снега нигде не происходят. Для крыши, понятное дело, это плюс. Она прослужит дольше. Я выбрал пеноблок, потому что я с ним работал. Я его знаю, как делать. Для меня, как человека, который работает иногда один, я понял, что это будет проще. И в конечном итоге это то, что я могу построить. И как вы можете заметить, он может и годик, и два постоять без заделки. Потому что бюджет ограниченный, не все люди могут позволить. И я тоже стоял с открытым пеноблоком. Поэтому этот огромный плюс, я думаю, сыграл важную роль. То, что мы можем сделать это так же быстро, своими руками. И не надо делать фасадную часть. Какая у нас система крыши? Уложены лаги 150 на 50 миллиметров с расстоянием 60 сантиметров. Между ними уложен утеплитель. Это пенопласт 150 сантиметров. Потом устроен уклон. Теми же балками 150 на 50 миллиметров положена обрешетка. Положена USB. И три слоя гидроизоляции по 4 миллиметра. И последний слой, он идет с посыпкой от ультрафиолета. Про утепление наших стен здесь рассказывать, в принципе, нечего. Утепление пенопластом 5 сантиметров. Этот опыт уже проверен. Этого достаточно. Поэтому следующий вопрос, наверное, будет, почему пенопластом не минвата. Друзья мои, можно и пенопласт, и минваты. Изучайте вопрос, какой вам больше понравится. Для меня лично этот вариант был дешевле и проще. Поэтому я выбрал его. Если мы будем говорить о отделке внешнего дома, то у нас использовано три вида отделочных материалов. Первый вариант – это у нас мокрый фасад, который выделяет наши углы и идет единой перемычкой поверху. Мой дом с плоской кровлей, и поэтому ему присущи некоторые архитектурные элементы. Поэтому, когда вы думаете, что вы поставите четыре стены и сделаете одну скатную кровлю, это будет сарай. Поэтому, все-таки, когда вы хотите сделать определенный стиль, обращайтесь к людям, которые уже чуть-чуть поработали с этим стилем, живут в этом стиле, объедете, посмотрите дома. Это вам пригодится, чтобы это в конечном итоге не выглядело, ну, не культяписто. Потом, второй материал, который вы можете видеть, это использован у нас металлопрофиль. Почему не фальскровля? Изначально, конечно, она и планировалась. Но, опять же, здесь сыграло два момента. Первый момент – мне понравилась все-таки рельефная структура металлопрофиля, потому что, если мы говорим о фальскровле, то она будет плоская. На жаре все-таки она будет играть, и это будет заметно. Ну, это чисто для себя, я понял, что для меня этот вариант не подойдет. Поэтому я выбрал его, и тем более он дешевле. И последняя отделка нашего дома – это планкен из сосны. Как вы видите, цвет подобран очень удачно, поэтому его сочетание с серым металлом очень гармонично смотрится. Наше крепление идет с внешней стороны, оцинкованное саморезами. Некоторые говорят, почему не скрытое. Друзья мои, это 20 сантиметров, и чтобы саморез держал сосну сзади 20 сантиметров, он вырвет его на солнышке. Поэтому я не стал экспериментировать, а просто закрутил снаружи. Немного хочется рассказать все-таки поподробнее, как крепился металлопрофиль на стену. То есть изначально укладывался и крепился брусок 50 на 40 миллиметров, и к этому уже бруску через ветрозащиту крепился металлопрофиль. То есть дополнительные обрешетки для вентиляции я не стал делать, потому что я посчитал, что его ребер будет достаточно для того, чтобы иметь какую-то там вентиляцию. Ну а если мы все-таки говорим уже о обрешетке, которая выполнена из сосны, то она уже сделана на дополнительной брусочке, которая позволяет воздуху хорошо циркулировать. Еще один момент. Хочу заметить то, что наша доска немного наплывает на наш металлопрофиль, и в будущем я сделал выводы электричества. В эту щель будет закладываться диодная подсветка, и вечером будет очень достаточно красиво это все выглядит, подсветка. Поэтому не забывайте про этот момент никогда. То есть просто сделать дом и все. Нет, на этом не заканчивается фасад. Надо обязательно продумать, где у вас будет подсветка, чего подсветка, когда это будет включаться, для чего это нужно будет. Продумывайте эти обязательные моменты. Как вы можете заметить, то у нас есть крыльцо. Оно выполнено из лиственницы. Друзья мои, я уже принял решение, что мне придется ее поменять, и я не уверен, что это уже будет та же лиственница. Потому что, как оказалось, вот эта форма пазиков, она оставляет за собой очень много грязи. Мои дети выползают из окошка, ползают по этой грязи. Ничего хорошего нет. Цвет она сразу же потеряла, заусенцы. Тоже, когда говорите о том, что только лиственница, подумайте сначала об этом. Как вы можете видеть, то у нас выполнена из металла вот такая конструкция интересная. Подпорочка для нашего навеса. Она также будет составляться из двух вещей. Она сейчас не закончена, но включится воображение. Это будет красиво. С внешней стороны этого металлического пояса будет подшито из фанеры, а внутри будет оставлено вот такое окошко, которое будет пропускать через себя свет и не лишать нас дневного света, как говорится, в этом помещении. Мой участок составляет всего лишь 7 соток, и поэтому возникает вопрос сразу же размещения дома, пятна застройка, где будет дополнительная хозпостройка, где будет беседка. Поэтому я решил вопрос это совместить и сделать свой хозблок и зону отдыха под одной крышей. То есть два в одном. Вы знаете, что оптом дешевле в каком-то моменте, поэтому я решил эти вещи не разъединять. Заборчик, как вы можете видеть, он сделан из обычного тёса 25 миллиметров. Он сделан у меня временно, потому что тот, который я хочу, понятное дело, денег не хватает, но он выглядит достаточно для того, чтобы люди приходили и спрашивали, как это сделать. Я тоже такой себе хочу. Это, собственно, наш дом изнутри. Когда вы сюда попадаете, то первым делом вы видите помещение, которое обычно называется прихожей. Здесь у нас нет лишней мебели, мы старались уйти от крупных шкафов, но зато здесь есть несколько важных для нас вещей. Во-первых, это большое окно, которое даёт свет дополнительно в это помещение. Во-вторых, это выход в гараж. И самая важная для меня личная вещь в нашей прихожей – это зеркало в рост. Сейчас, на мой взгляд, все необходимые вещи у нас имеются. Если мы пройдём дальше, то вы можете видеть длинный коридор. Скажу сразу, ведёт он в приватную часть нашего дома. А здесь у нас имеется два входа. Они оба ведут в зону кухни, столовой и гостиной. Интересно получилось, что по проекту первоначальному вход был только один, дальний причём. И тогда у моего мужа возникла прекрасная, я считаю, идея сделать в этой части тоже проход. Таким образом у нас образовалось два прохода. Один на кухне непосредственно, второй уже в помещении гостиной. Очень удобно, особенно когда приезжаешь из магазина с покупками, быстро заносишься на кухню и разгружаешь. Мы с вами попали в зону кухни, столовой и гостиной. Это было наше принципиальное решение, чтобы помещение было смежное, так как мы любим пространство. И большую часть времени вся наша семья находится именно в этом помещении. Здесь у нас, если я не ошибаюсь, всего 45 квадратных метров. Для нас это достаточно. На наших стенах встречается ламинат. Этот ламинат точно такой же, который мы выбрали для наших полов. Почему именно такой материал? У нас сейчас уже трое деток, и понятное дело, что когда-то они грязными ручками возьмутся, нарисуют фломастером, карандашом. Ламинат очень удобен в уходе, то есть его легко помыть. И, кроме того, смотрится он как натуральный материал и придает изюминку в помещении. Дальше мы попадаем в зону гостиной и столовой. Ничего необычного. Стол на 6 персон и диван. Напротив дивана у нас расположен телевизор. В будущем, очень надеюсь, что появится камин. Пока его нет, но и без него жить можно. По отделке. Здесь на стенах вы можете заметить серую краску. Но это не краска, это декоративная штукатурка, которая также легко моется. И если появляются какие-то сколы, то все можно отремонтировать при помощи краски. Главное, чтобы колледж совпадал. Если мы пойдем дальше, то попадем уже в приватную зону нашего дома. И в этом, мне кажется, изюминка нашего проекта, что гости, которые к нам приходят, они не попадают в наши спальни, в наши личные пространства. Находясь в гостиной, если необходимо посетить уборную, то она находится прямо по коридору. Заблудиться невозможно. Напротив санузла расположена хозяйственная комната. Эту комнату я еще называю женской, потому что здесь в основном обитаю я. Соответственно, здесь необходимые вещи расположены, такие как стиралка, сушилка, гладилка. Здесь же я храню все вещи, которые не влезают в другие комнаты в нашем доме. Следом у нас идут две спальные комнаты. Но эта спальня еще не используется. Здесь у нас пока что расположен мини-кабинет с игровой зоной для детей. Это одна из детских в нашем доме. Здесь вы можете видеть все то же самое, что и в остальных частях. Декоративная штукатурка, ламинат на стене. Хочу обратить ваше внимание, что только в этой комнате в нашем доме уложен на полу другой ламинат. Почему? Потому что когда заказали, оказалось, что его не хватает. Не хватает ровно на комнату. И таким образом мы выделили и саму комнату, и стену. В этой части дома у нас расположены еще две спальни и один санузел. Из фишек в нашем доме мой муж любит заморочиться с освещением. Поэтому вместо ночников мы используем подсветку в откосах наших окон. И последняя комната в нашем доме, но не по значению, это так называемая мастер-спальня. Так как у нас есть маленький ребенок, он еще пока что живет с нами. Здесь, опять же, все те же самые элементы, которые вы уже наблюдали в других комнатах. Стены здесь выкрашены на несколько тонов темнее. Честно, я хотела еще темнее сделать, но муж мой отказался. Мы в итоге выбрали этот цвет. Пожили несколько месяцев и приняли решение стены перекрасить. Но с маленьким ребенком пока это сложно сделать. Поэтому в будущем стены делаем темнее. Также сделали ламинат на стене. Почему сюда сделали именно ламинат? Потому что не хотелось покупать какое-то дорогое изголовье, которое потом надоест. Ламинат смотрится нейтрально, ничего глаз не напрягает. По поводу окна хочу сказать отдельно. Очень многие знакомые приходят и говорят, ну как в спальне без большого окна. На самом деле для меня это очень удобно, потому что можно спокойно переодеваться, заниматься своими делами, отдыхать, не напрягаясь, что в окно кто-то подсмотрит за тобой. Кроме того, мы любим спать при минимальном освещении. И это окно нам только в помощь. В принципе, у меня были такие же трудности, как у всех строителей. Это, как всегда, начиная от подъезда к участку, потому что его не было. Потом идет фундамент. Что дальше у нас? Пеноблок. По пеноблоку, в принципе, все нормально. У нас, как бы, особенно проблем никаких не было. По лесу, ну вот по лесу ты едешь сам, смотришь, какой тебе положили, чтобы не было поломано, без сычков. Такие моменты, которые ты должен контролировать постоянно. То есть контроль на стройке обеспечит вам максимально минимальную проблему, которые могут возникнуть во время стройки. А так, в основном, проблемы, как у всех, ну, мы успешно их преодолели. По финансам. Финансы все любят считать деньги. Никто не понимает, как это у других получается. Но поверьте, это получается, когда вы строите своими руками и знаете, как это сделать. Сам дом в том состоянии, в котором вы сейчас его видите, он нам вышел в 3,5 миллиона. Это цена достаточно маленькая. Может, кого-то вы сомневаетесь, что это правда. Друзья мои, давайте учтем некоторые моменты. То, что это строилось в конец 19-го, начало 20-го года. Уже цены другие. Вот. И сам момент, то, что мы знаем все нюансы. У нас есть поставщики, с которыми мы работаем. Есть бригада, которая помогла мне это все сделать бесплатно. Вылилась в ту цену, которую я вам сейчас называю. Понравился ролик? Ставьте лайк. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых видео на Forum House. И мы всегда рады вашим комментариям. Субтитры подогнал «Симон»!